Военные, захватившие власть в Нигере, готовы к урегулированию кризиса путем переговоров. Об этом сообщил в воскресенье глава делегации религиозных лидеров Нигерии, которая прибыла днем ранее в столицу Нигера с посреднической миссией. Неделю назад, 6 августа, истек срок ультиматума экономического сообщества стран Западной Африки с требованием вернуть власть в стране президенту Мохаммеду Базуму. Один из вариантов восстановления конституционного порядка в Нигере, который рассматривает ЭКОВАЗ, – военная интервенция. Военная хунта, захватившая власть в стране, до сих пор отказывалась принимать официальные делегации сообщества. 26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства, который был отстранен от власти. Европейский Союз осудил переворот и поддержал решения, принятые на саммите ЭКОВАЗ. Не менее 500 детей погибли в результате полномасштабного российского вторжения в Украину, сообщили в офисе генпрокурора страны. Более тысячи несовершеннолетних получили травмы и ранения разной степени тяжести. Представители прокуратуры подчеркивают, что данные неполные, поскольку сбор информации на оккупированных территориях затруднен. Больше всего пострадало детей в Донецкой, Харьковской и Киевской областях. В воскресенье глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил, что двое детей, новорожденная девочка и 12-летний мальчик, погибли в селе Широкая Балка в результате российского обстрела. По данным Верховного комиссара ООН по правам человека, более 9 тысяч мирных жителей в Украине были убиты и свыше 16 тысяч ранены с начала российского вторжения. Организация «Спасем детей» предупреждает, что 7,5 миллионов украинских детей сегодня подвергаются серьезной опасности. Авиаудары и обстрелы привели к повреждению таких важных объектов, как школы и больницы. За несколько дней до трагедии Вилья Висенцио заявил, что ему угрожал глава банды Лос-Ченерас Адольфо Массиас по прозвищу Фита, осужденный на 34 года. Президент Эквадора Гильер Малас объявил на платформе Икс, ранее известной как Твиттер, что Фита переведен в тюрьму максимально строгого режима Лорока. В трансфере принимали участие около 4 тысяч вооруженных солдат и полицейских. Израильский писатель Томир Дотен-Дрейфус один из растущего числа израильтян, выбирающих своим домом Германию. Он уехал в 2011 году из-за несогласия с политикой израильского премьера Нетаньяху. Сегодня, по словам Томира, долголетие Нетаньяху во власти и предложенные им судебные реформы, вызвавшие массовые протесты, заставляют многих задуматься, где жить. О всплеске интереса к переезду из Израиля говорят и компании, занимающиеся вопросами гражданства за рубежом. По официальным данным, в прошлом году почти 4 тысячи израильтян получили немецкое гражданство, а всего в Германии проживает свыше 14 тысяч человек с израильскими паспортами. В прошлом году один из политиков АФД жаловался на берлинский мемориал Холокоста, называя его памятником позора. По данным опросов, эта партия является второй по популярности в стране. В июне она впервые победила на выборах в одном из округов. Этот эксперт по ультраправам убежден, у партии хорошие перспективы на европейских выборах. Бабушка и дедушка Томиры пережили Холокост. Он говорит, что опасается подъема ультраправых в Германии именно из-за исторического бэкграунда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Let's talk about the CD hiring software that employers use that scans your resume and how you can beat it. The technology they are referencing, known as ATS, is increasingly common. According to a study by Harvard Business School, some 99% of Fortune 500 companies use it to screen applicants. This despite the study finding that the vast majority of companies know that this technology has a dark side. Namely, that the software is screening qualified applicants out. There are many reasons this happens. In 2018, Amazon stopped production of its hiring software because it was ranking qualified female applicants below their male counterparts. ATS can also reject applicants with long gaps in their resume or be confused by lengthy and worthy job postings. ATS systems like almost all forms of artificial intelligence don't think, they don't reason, they're not smart in the way humans think of intelligence. Quite a lot of the problems with artificial intelligence in hiring actually fall at the feet of the employer, not the technology. Job descriptions are ingested by AI the way they are written. And the technology takes the language in that job description and more or less treats it as scripture. But there are some things you can do to try to get around this. If you're worried about a gap, you can pick up some part-time or gig work so that the screening bots don't flag that you had a career break. Candidates can also use new technologies, such as chat GPT, to determine the most important skills to highlight on a resume. Or they can go to LinkedIn and look up how people at the company describe their jobs and echo that on their own resumes. But AI is also progressing rapidly, meaning that screening is not the only time that a person could encounter this technology during the hiring process. In some cases, AI is now writing the job posts, screening applicants, and even interviewing them. A problem, according to some AI experts, because during the interview stage, the software relies on programming that has been described as pseudoscience. It makes decisions based on unfounded assumptions about body language and even physical appearance, such as wearing glasses. In this case, cautious applicants should speak to the hiring team if they want to opt out. I would encourage candidates to be able and willing to reach out to their contact at a company when they're being hired, and say, you know, actually, I do have these concerns. It's very important to me to make sure that I've been treated fairly. I would like to request a human interviewer. And here I can attach some resources, some newspaper articles, some academic articles, which show that actually my concerns are really legitimate. European Union is a very important part of the third countries in terms of goods, which are required for the digitalization and decarbonization of the economy. China has recently reduced export Galia and Germany, which is used in the power of transport and military drones. China has used in the power of transport. China is a very important part for the department of modern arts. China has introduced the environment. China has been raised in the market for various kinds of goods and purposes for other types. China has been raised in the economy. China has created from its land and local tourists. China has increased. China has been raised in the world of the current supply of water, as the количество of oil and species, in the world of the sea. В настоящее время Европейский Союз наводит мосты для торговых сделок со странами-единомышленниками, чтобы не остаться позади в борьбе за сырье. В Венгрии проходит одно из главных музыкальных событий года в Европе – фестиваль «Сигет». В этом году в нем участвуют более 10 артистов из Украины. Большинство из них смогли приехать на фестиваль в Будапешт благодаря общественной организации, созданной работниками музыкальной индустрии, оставшимся без работы в результате войны. Российских исполнителей в этом году на «Сигете» нет. Среди посетителей фестиваля много украинцев, которые сейчас живут вдали от дома. Поэтому здесь работают сотрудники управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. «Мар нем arról van szó, hogy a határon vagy különböző ilyen gyülekező pontokon kell ételt vagy takarókat osztani. Most már arról van szó, másfél évvel-teltével, hogy segíteni kell a menekülteknek beilleszkedni, integrálódni a társadalomba, hiszen mindenki láthatja, addig, ha lehet, bárkinek kétsége, affelül, hogy ez a háború még sokáig el fog tartani». «Ознайся, что в этом году, Сигет посетят около 100 тысяч человек». A tavalyi évvel ellentétben idén nincsenek orosz fellépők a fesztiválon, de az orosz vendégeket most is szívesen látják, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a beáratnál most is kivan rakva az ország zászlaja. Flagy i to a Rasioi i to a Fesztivál siíte, всего v nevekik metrák, друг от друга.